Несколько лет назад я проводил эксперимент. Цель его была создать органическую известь путем обжига. Как вам известно, если обжечь рога или ракушку, то есть материал, где много кальция, то мы можем получить органическую известь. Так вот, я решил обжечь яичную лупу. В результате данного эксперимента мне удалось создать два раствора. Об одном из них я уже снимал видео, оно называется «Замазка для печи из яичной скорлупы». О втором я хочу поговорить и в этом видео. То есть, если замазка для печи, его можно использовать в основном как холодную сварку, то этот раствор имеет более широкое применение. Состав данного раствора очень прост. Это зола, причем можно использовать не только древесную, но также угольную или любую другую. Вода, соль и обожженная яичная скорлупа. Это главный состав. И пятое, уже по желанию, можно использовать как наполнитель песок. В банку из-под сгущенки я утрамбовал яичную скорлупу. 30 штук влезло. Сейчас я ее закрою и положу в печку. В самое такое пекло. Так, вот она баночка. Сейчас попробую ее поставить таким образом, чтобы углями закрыть полностью. Чтобы еще больше прогрелась. Ай, горячо. Рука. Отклей. Вот все. Теперь завтра посмотрим, откроем, посмотрим, что будет. Для того, чтобы у нас получился хороший, крепкий раствор, важно обжигать яичную скорлупу полностью, при высокой температуре. Как видели, я это делал, обкладывая со всех сторон баночку углями. Тогда мы приобретаем вот такой вот бело-серый цвет. Для наглядности я взял необожженную яичную скорлупу, сравнить, какой цвет должен получиться. Если вы заметили, что цвет черный, то есть не получилось, в таком случае надо будет еще раз положить. То есть это указывает на то, что яичная скорлупа, то есть не хватило температуре для полного обжига. Поэтому можно еще раз положить, и уж тогда должно получиться. Или времени не хватило, или температура чаще всего. Конечно, необожженная яичная скорлупа, она не растворяется в воде, а наша обожженная, она растворяется. Если взять в руки, ее даже можно перетереть в пыль, в золу такую. Ну а теперь про пропорции. Я заранее просеял древесную золу, так как я буду делать с ней. Хотя можно использовать и угольную золу. Разница лишь в том, что древесная, она более тяжелая, и ее понадобится меньше, чем угольная. Угольная где-то в 3-4 раза понадобится больше. Поэтому, из-за того, что разное количество нужно, я пропорции буду использовать на ведро раствора, а не на ведро золы. На ведро раствора я добавлю где-то 200 грамм, 250 грамм соли. Но я бы добавил больше, полкилограмма соли. Но у меня осталось всего лишь вот такое количество небольшое. Сколько здесь? Ну, да, 250 где-то грамм. И также яичную скорлупу. Как я уже говорил, здесь 30 штук обожженной яичной скорлупы. Это три десятка. Сколько сделал? Ну, в данном случае вот такие вот у меня пропорции будут. А может быть, буду делать и другие разные пропорции. В конечном итоге приду к лучшему результату. Ну, на данный момент, вот сейчас я использую вот эти пропорции. Воду мы добавляем по необходимости. Помаленьку, по чуть-чуть. По чуть-чуть заливаем, чтобы не сиделось сильно жидким. Я не стал показывать сам процесс штукатурки, так как каждый по-своему штукатурит. Да, и в данном случае у меня видео не об этом, а о самой штукатурке. Потому что одни люди там кельмой или руками штукатурят, третий шпателем и так далее. Провилом, по-разному, да. В зависимости, что мы делаем, да. А тут хочу сказать по поводу того, какие свойства есть у неё. Так как если кто будет ей штукатурить, может столкнуться вот с чем. У неё происходит очень быстрое затвердевание. То есть быстро она твердет, схватывается быстро. Конечно, не так быстро, как тот же гипс, например. Но что-то среднее между гипсом и гипсовыми штукатурками. Всё-таки быстро она схватывается. Поэтому, ну, учитывайте это. Может быть, меньшими объёмами делать, да, небольшими. Там, по пол ведра, например. Ну, в зависимости, конечно, опять же, что и как, да. И ещё в отношении того, что ту же затирку, да, то есть убрать хохоряшки, да. Ну, кто-то это шпателем делает, другие затирками, да, специально затирает. Да, некоторые даже руками. Вот, чтобы убрать эти хохоряшки, можно почти тоже сразу же. Она быстренько затвердила, подождали несколько минут, увидели, что раствор, да, схватился, затвердил. Тут же, да, взяли, убрали хохоряшки, да. Вот, всё. Тогда будет гладенько. Прошло пару часов, за это время раствор стал ещё крепче. Да, он затвердил ещё сильнее. И это, несмотря на то, что раствор ещё не до конца просох. Потому что, когда он до конца просохнет, у него будет такой светло-серый цвет. Вот как здесь вот по краям видно, где он подсыхает. В основном, как видно здесь, он ещё пока тёмно-серого цвета. Прошли ровно сутки с того момента, как я использовал данный раствор для штукатурки, печи, стены и некоторых других мест. И я хотел бы вам сейчас рассказать о некоторых его свойствах и показать. Показать, что происходит с данным раствором. Где его можно использовать, где не стоит. Но вы можете задавать вопросы, такие, как, например, можно ли его использовать для штукатурки печи или кладки печи. Ведь, вроде бы, данный раствор также состоит из золы с солью. Ведь те растворы, о которых я говорил раньше, зола с солью, простой раствор, или римский цемент, или даже глина с солью и известью, помните. И там те растворы, о которых я говорил, их можно даже не просто тут же штукатурить, но также можно кладку сделать и сразу же протопить печь. И они только будут крепче. Этот же раствор обладает совсем другими свойствами, несмотря на то, что он тоже состоит из золы с солью. Поэтому данный раствор я не рекомендую использовать для штукатурки печи или кладки. Почему? Причина вот в чем. У него есть свойства расширяться во много раз. Как бы вспениваться. То есть при нагревании. То есть, если просто заштукатурить им при комнатной температуре до 20-30 градусов, заштукатурил, он высох. Данный раствор твердый. Твердый, почти как камень. То есть, ну, очень такой хороший, прочный раствор. Но, ну, вот здесь тоже. Вот здесь вот дырка была, вот так вот вывалилась, я все замазал полностью. То есть он прочный. Но совсем другое происходит, если, скажем, заштукатурить вот здесь колодцы, скажем, печь и нагреть ее. При нагревании данный раствор начинает вспениваться. Но, к сожалению, когда он вспенивается, он также теряет и прочность. Из-за этого, смотрите, то есть он очень хрупкий, достаточно легкого нажатия пальцем. Видите? И отваливается. Именно по этой причине я не рекомендую использовать данный раствор для штукатурки печи или кладки ее. Именно потому, что данный раствор теряет свои свойства, теряет свою прочность при нагревании. Но, если его использовать в местах не в печи, а, скажем, для штукатуривания стен, например, он очень прочный. Также с этой стороны хочу показать вам, что произошло. Смотрите. Здесь он немного нагревается, но вот здесь вот идет как раз колодец снизу. Вот он. Дверка в колодец. Смотрите, что происходит. Чем сильнее нагревается, тем раствор сильнее вспенивается. Я вот не знаю, он увеличился, наверное, в три раза. По объему он стал толще в три или в четыре раза. Причем, помимо того, что он сам увеличивается по объему, становится при этом хрупким, в конечном итоге он образует такие как бы пузыри. Вот. То есть, получается, даже отходит от стены. Но местами отходит, местами. Потому что где-то держится. То есть, здесь сильнее нагрелась, там он, чем выше температура, тем он сильнее отходит и становится таким как бы пузырем. вот тут только начало. Тоже есть пустота. Вот они, смотрите, интересно смотрится. Тут вроде бы покрепче, да, а вот здесь, смотрите, как мягкие. Вот они, мягкие. Вот тут тоже началось. Вот отходить начало. И вот здесь, с краю. так что вот. Вот при нагревании. Внизу, внизу он крепкий, вот здесь. Хотя нет, тоже вот начал, видимо, тоже начал нагреваться от этой части. тоже уже не такой крепкий. Видите, проминается, потому что тоже он нагрелся. А вот в тех местах, где я показывал, там очень прочный он. Ну вот еще одно место такое, где нагрев произошел не сильный. Чуть-чуть совсем нагрелся, но здесь он крепкий. В этом месте он не продавливается, потому что нагрев произошел небольшой. Так что вот. Вот такие вот свойства данного раствора. В чем-то это минус для печеников, например. В чем-то это плюс для некоторых штукатуров. Может даже не штукатуров, потому что для штукатуров сейчас есть много разных растворов, легко продающихся, которые используют легче и приятнее, чем этот. Это скорее всего, знаете, для вот таких деревенских жителей, как я, которые могут использовать данный раствор, можно сказать, практически дешевый, потому что зола, яичные, яйца покупаем регулярно или у кого-то свои курицы, поэтому несут яйца. Поэтому, да, оказывается, соль, соль там копейки стоит и все. Вода тоже бесплатна. Так, данный раствор еще не до конца мной изучен. Возможно, у него есть какие-то и другие свойства и может быть он по-разному себя ведет в разных условиях. Поэтому, я буду дальше проводить эксперименты с этим раствором, чтобы посмотреть, как он будет чувствовать себя на улице, например. Хочу узнать разную его прочность при разных условиях и сравнить, конечно же, это с прочностью разных других растворов. То есть, тоже, ну, как бы, хотел бы узнать это сам. Ну, и какие-то другие эксперименты буду проводить, поэтому, если вы подписаны на мой канал, конечно же, да, вы можете увидеть эти видео с экспериментами. Ну, а вам, конечно, я рекомендую также посмотреть другое видео про раствор, второй раствор, замазка для печи из яичных скорлупы, так как у него тоже интересные свойства есть, да, способность оплавиться при высокой температуре. Можно сказать, он становится как холодная сварка для таких вот раскаленных плит. если не смотрели, обязательно посмотрите. Ну, а вам я желаю всего самого хорошего. До скорых встреч. международ, мг. не